доброе утро добрый день добрый вечер может быть доброй ночи уважаемые интернета зрители в эфире программа размышления детский не детский вопрос я ее автор ведущий дмитрий брикман сегодня ответы на простые детские детские вопросы будет искать виктор шендерович виктор здравствуйте добрый день утро вечера как вам к слову то я сейчас сформулирован интернета зрители вам как она не режет ну непривычно да но по всем правилам великого и могучего то есть вы не даете карт-блан что из этого момента и дальше никто не ко мной спорить не будет интернета зрители виктор шендерович разрешил мне очень приятно что мне не надо приделать никаких титулов ничего вот я за это благодарен да потому что первая часть почти любой программы уходит на опровержение в этих титулов которые попробуйте проект уважаем интернета зрители сегодня ответы на простые детские не детские вопросы внимание ищет человек по имени виктор шендерович не могу только сказать что были были варианты на самом деле конечно были варианты понятны для всякого советского человека добрая девушка в паспортном столе пытаюсь меня убедить что мамина фамилия звучит лучше вот но в общем как получилось так получит ладно давайте перейдем к вопросам вопросы настоящие вопросы детские моих вопросов нету я просто конкету читаю как начнем сразу нырнем или помучиться попроще посложнее как вам лучше конечно помучиться как галил клас попроще да хорошо первый вопрос он стоит первым 13 лет мальчик если существует судьба то что тогда зависит от человека я думаю надо она существует надо ее найти свою это на самом деле самая главная вещь это самое главное самый главный камертон с которым ты имеешь дело все время прислушиваться свою ли жизнь ты живешь не хорошо ли тебе плохо да удачлива неудачлива больше денег меньше денег свою ли жизнь ты живешь если ты живешь свою жизнь то своя ноша не тянет и свои проблемы свои неприятности да они прилагаются к твоей жизни свои свои драмы а какие типов дадите типы как нащупать понять не как вы как вы нащупывать что вы идете правильной дороге а я перхит еще надо доказать что она нащупываю всегда правильно но когда ты если речь идет о каком-то деле то твой дело тот который ты в процессе получаешь удовольствие если ты не получаешь удовольствие значит ты занимаешься явно чужим делом потому что свое доставляет удовольствие дальше признание не признание это через какой-то люфт но но ты получаешь радость от процесса если ты получаешь радость от процесса ты уже это уже беспроигрышная игра потому что ты уже тебе уже хорошо то есть вот радость от процесса это значит вы направили ну конечно конечно другое дело что ты это может быть острый случай графомании там моем случае да то есть ты получаешь радость а больше никто может быть и так но в любом случае но точно если ты не получаешь удовольствие вот все что я пытался делать думая головой исходя из того что заработать деньги или там какой-то там вот что то что я делал потому что надо и да все время есть ощущение ты влезаешь в костюме своего размера натирает или болтается не твое ты это чувствуешь а когда я начал заниматься кара нащупал свое то я как попал на кого-то как это военная радость ты ощущаешь радость от того что ты то что тебя получается не исключено что радость после этого будут получать и другие от того что ты делаешь но если бы моцарту не нравилось делать то что делает он был бы сальери вот сальери делал это без радости обратите внимание он делал как правильно а сальери получал удовольствие как моцарт от процесса по крайней пушкинский и думаю что и настоящий на выходе и мы получаем радость тоже то есть задача человека получать то есть что тогда зависит от человека вот 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 прислушиваться к себе не давать не давать потому что иногда на догма на нами управляют вот папа с мамой от нас чего-то ожидают не того чего папа с мамой мои знали что должен быть музыкантом вот да и я честно пытался так сказать не расстроить папу с мамой долгое время не получать никакого удовольствия от процесса но я был очень хороший мальчик я не хотел огорчать папу с мамой и долгое время занимался тем что не доставляло удовольствие мне а а они как бы решили данные у меня были музыкальные педагоги хвалили радости не было радости не было и вот этого важная вещь не давать каким социальным так сказать вот вещам себя увести прислушиваться биологии просто биологии прислушиваться это же между прочим касается извините женщин это же касается страны проживания сейчас ответить на все вопросы еще до них не доберу не 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 вот это же относится к судьбе да это твое не твое не по каким-то формальным до формальным соображением социальным национальным да да вот мнение друзей вот что биологически вот что-то внутри тебе твое не твое вот это такая вещь это надо нащупать свое вот если удается нащупать свое то ты имеешь шанс быть счастливым у вас есть вот такой в голове некоторый образ судьбы вот если он дал сейчас лист бумажки чтобы нарисовали из пресса нарисую судьбу оставил бы чистым потому что всегда можно да не знаю я я никогда ничего кажется не выбирал головой все что я выбирал головой было неправильно лучшее что я делал это делалось со мной сама я поступал как-то когда я отпускался как-то лошадь значит вот она выходила к жилью да что он ну как говорят что нужно сделать вознится заблудился да вот отпустить лошадь лошадь выбредит куда-нибудь она у нее есть какое-то чутье вот когда я свою лошадь переставала значит в хлистать и поворачивать куда-то вот когда в хлистал и поворачивал все было не туда как только отпускала она выбредала в правильное правильное направление поэтому дальше девять лет девочка что такое совесть хорошая девочка да не все таки чем моложе тем лучше я должен да 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 ой нету нет у меня формулировки ну проще всего ответить от обратного это то что отличает человека от там наших братьев меньших она может быть плохо из-за каких-то давайте не про нам дать мы сегодня говорим про человека про им по имени виктор шандерович что такое для виктора шандеровича но это то что что внутри в этот это то что это то что мешает жить тебе мешать тебе быть счастливым а то что ты поел поспал потрахался побегал до то что мешает тебе быть счастливым несмотря на то что твоя обезьяна внутри тебя да да вот что то что мешает что тебе это что делает нас видимо людьми потому что встретить наткнуться на человека для как которому неведомы эти да это скрежетание внутри да это это не дай бог не приведи господи с таким человеком то есть совесть это то что нам мешает быть радостным то есть это то что нет но она же и помо она же дает она она же выводит счастье на какой-то наверное другой уровень человеческий потому что ты можешь быть точно так же как ты можешь быть несчастлив когда у тебя вроде все хорошо точно так что ты можешь быть счастлив когда у тебя все плохо вроде а это тоже чем говорил толстой что человеку для счастья нужно столько же счастья сколько несчастья вот это ощущение что ты в самом глубоком какой-то драматическом моменте вдруг ощущение что ты живешь свою жизнь что ты какой-то высшей мерке там да сделал то что ты должен был сделать может быть ценой какого-то до каких-то там неприятностей для себя но ты почему-то сделал то что ты должен был сделать монтейн говорил нас мучают не вещи наше отношение к ним вот это собственно про совести есть зайдем с другого вопрос с другой стороны еще моложе девочка вопрос еще проще будет девочка пять лет а что такое честь это честь между прочим это это как раз соответственно гораздо легче сформулировать потому что это связано с понять с с некоторыми условностями вот смешив между честью совестью обычно через запятую до части субь не да 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 еще ум но мы помним да что это где-то рядом но это все-таки очень разные вещи честь очень связано с социальным в отличие от совести совесть это абсолютно персональная вещь лично это интимная вещь это то что внутри честь очень связано с представлениями социума в котором живешь да и чек должен стреляться до на дуэли ему это велит честь хотя он головой понимает что это глупость как понимал это значит забыл фамилию этого американского ученого значит который погиб на дуэли да и перед тем как идти на дуэли он всю ночь написал 27 доводов за то чтобы не идти на дуэль потому что это глупо он знал что погибнет он был штатский чека и должен устреляться да он знал что погибнет и погиб но не мог не пойти на дуэль потому что это уже представление о правилах да это очень честь это очень связано с каким-то правилами поведения это для каждого свое для есть для самурая академика сахарова другая не сидит ни самурай не академик сахаров виктор шандерович ну какие-то да какие-то при рассудке мною до владеют наверное не знают со стороны кстати виднее пост по следу от жизни было бы странно если бы я сейчас стал шестую позицию начал бы что-то излагать словами потому что это на самом деле не имеет никакого значения что человек скажет имеет значение как он поступает и здесь снаружи видней я не ухожу от ответа я отвечаю это так и есть потому что ну действительно было бы странно но я вам сейчас изложу моральный кодекс строителей коммунизма да и что-то в этом роде да скажут то все более-менее одинаково поступит по-разному это же известно ответят все это старый социологический фокус что при ответе а коральчик анкетирует по приоритетам да он конечно у него семейный приоритет жена и дети стоят над тем чтобы выпить пиво и посмотреть футбол с товарищем да но только дальше начались наводящий вопрос и выяснится что будет пить смотреть футбол и пить пиво с товарищами а не заниматься ребенком разумеется но скажет то он так вот я об этом и говорю потому что есть какие-то представления о том как как правильно это очень связано с понятием честь и органика человека иногда совпадает с этой честью сама органика а иногда противоречит и человек все правильно ответит на правильно на на все вопросы да а поступит по-другому это можно еще задам вопрос вот у нас мальчики девочки все опускаются пускать по возрасту сейчас задам вопрос который такой вроде совсем простой и ответ тоже такой коротенький можно дать три года мальчик кто я кто вы ну это довольно простой для меня вопрос да я скажу да ну наверное вам не осталось если из всех деть дефиниций да наверное я выросший уже выросший и почти состарившийся мальчик из хорошей московской семьи это для меня довольно важная дефиниция то есть вы себя чувствуете внутри мальчиком да но из 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 той семьи в которой я вырос это 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 очень важно для меня это очень важно для меня для меня совершенно никакого значения не имеет национальное для меня малое значение имеет даже там принадлежность к стране гражданство в буквальном смысле этого слова национальность да но я я мальчик из хорошей московской семьи и тем ценности или те предрассудки как угодно это можно назвать но то что во мне вот выросла там вот это для меня до сих пор очень важно 12 лет мальчик зачем люди носят маски люди носят маски для того чтобы спастись друг от друга потому что потому что в незащищенное место да очень часто наносится удар потому что как недавно я прочел не помню кто это сказал что мы человек люди друг друга заслуживают очень часто да и мы бываем очень да мы бываем очень жестоки друг другу и это защита люди носят маски я же городовскому великому реформатору театра принадлежит фраза театр это такое счастливое место где чек наконец-то может не притворяться вот один из взглядов таких психотерапевтических на театр это место где ты под маской другого можешь на как раз снять свою ты можешь стать яга ты можешь вынуть из себя быть злым был быть отвратительным быть жестоким быть корыстным да быть не вот ты можешь позволить себе бы под маской яга вынуть из себя какие-то до комплексы какие-то там зло из себя вынуть наружу на рассмотрение публики и на свое собственное рассмотрение такая театр как такая психотерапевтическая вещь а вот вот такой взгляд на театр объясняет да а в жизни да мы все в социальных ролях у вас толстые маски ваши маски толстые или нет у меня их много конечно они они вот такие были непробиваемые нет 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 думаю что нет думаю что я слишком рефлексивный человек для того чтобы нарастить непробиваемую маску я слишком хорошо сам понимаю что эта маска я все-таки рефлексирую отчасти это стало работой все чем я занимаюсь это рефлексии ничего больше там ну слова подбирают для этих рефлексии но начинается все с рефлексии я прекрасно понимаю что до крокодил гена работал зоопарке крокодилом сказано успенского замечать вот я иногда работаю шандеровичем таким значит телезвезда и телезвезда как все чувствуете телезвездой нормально я себя чувствую я но я даю себе отчет просто что я что-то роль нормальная роль ну вот 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 да одна из не масок даже одесс функции плохо когда человек забывается снять эту маску потом плохо когда гамлет забывает разгримироваться как говорят в театре да у нас в грузе это хорошо ли быть знаменитым да ну вот значит плохо когда у актеров есть такое даже шутка шучу забыл разгримироваться человек то есть он сыграл гамлета потом вышел идет вечером по улице все гамлет и как-то общается так перепутав себя с тем кого играл забыл разгримироваться вот плохо когда человек забывает разгримироваться плохо когда человек так телезвездой живет да так вот и вот это приросшая улыбка там и вот это вот так она и остается а так да ну работа такая сталевар надевает защитную маску актер надевает защитную маску нормально просто надо повторяю надо что-то еще что было кроме этого просто напрячь это функция твоя ну да ты должен хорошо выглядеть надо загримироваться надо прилично одеться надо чтобы дикция проснулась там раньше тебя немножко в кадре ну так далее подготовиться это работа нормально к этой бескокетства надо к этому относиться как к работе я к этому отношусь как к работе то есть существует вот отдельно как бы виктор шандерович телезвезда и шандерович человек еще виктор шандерович делится на несколько это другой вопрос я понимаю что разумеется разумеется себя не ну а как же иначе я я же не хочу сейчас снимать носки ковыряться между пальцем здесь да ну понятно ну да разумеется и эта функция это такой философский вопрос не пугайте да не пугать 14 лет мальчик какая разница между временным и вечным очень редко задают вопрос я жилец говорил как ужасно осознавать что вечность состоит из отчетных периодов шахматистов есть присказка вы заметили что у меня ответы чужие готовы на ваши вопросы это тоже да нет это не маски просто просто мы не первые давно тут сидим как было сказано опять таки в белом солнце пустыни и до нас люди отвечали на многие вопросы и многие люди умнее нас хорошо сформулировали и поэтому чё же я буду биться головой об стене и изображать из себя так сказать некоторые оригинальность если есть отличные ответы на эти вопросы так вот у шахматистов есть хорошее выражение мало с молодыми в эндшпиль когда старый шахматист играет с молодым то у него очень мало шансов в в обострении в многофигурном многофигурной комбинационной борьбе потому что молодой просто здоровее он просто лучше считает меньше вероятности что сядет мозг и там ты пропустишь просто пропустишь что-то а в простых позициях в окончании карамала фигур выясняется что 60 60-летний чаще всего обыграть 20-летнего за счет лучшего понимания позиции за счет лучшего позиционного чутья за счет мудрости говоря человеческим языком так вот с молодыми в эндшпиль и для того чтобы понять цену литературе качество текста качество человека подождите сразу как говорил маяковский когда его обвиняли что в том что на злобу дня там поэзия умрет зайди поговорим лет через 200 говорил через 200 лет поговорим говорил маяковский судя по всему он был прав потому что он останется лучше из того что он писал то останется и через как это определить в момент когда маяковский же а совершенно невозможно а совершенно невозможно и поэтому брюсов считался первым российским поэтом при живых и работающих блоки цветаевым мандельштаме пастернаке хлебникови до маяковском а первым поэтому считался брюсов девушки стрелялись там он был первым поэтому признанным первым поэт прошло не так много меньше века прошло никого брюсова нет это мы понимаем все остальные вот перечислены но есть и будут а брюсов нет мода до внушение чек очень внушаем это не нету шансов вот и вот сидишь и ты понимаешь перед тобой вкус вкусно оценить что вот перед тобой вот это да вот эта история творится ну иногда кажется что мы это понимаем но это опять-таки это вопрос это вопрос вкус это такая материя тут ничего нельзя доказать это же не то что усейн болт который пробежал быстрее и это замерили объективно и все вот есть такой рекорд он это объективная вещь в искусстве этого нет и быть не может все на все на ощупь мода поветрия политические какие-то давление и влияние ну слушайте премии все эти до лев толстой не получил нобелевской премии на 8 лет была уже нобелевская премия при жизни льва николаевича толстого мы не знаем ни одной фамилии из тех кто получил их я за эти год может никого нет до толстой не получил чехов не получил это не имеет никакого значения то есть имеет наверное да но это выясняется на на длинные дистанции все определяет время по большому счету конечно а дальше иногда ну случается что слава справедливая да и и моцарт было известно что он моцарт сразу в пять лет было понятно что он моцарта уж в 9 да а уже дальше все все понимали что это моцарт а у шекспира был провал на полтора века полтора века он был сначала невероятно знаменитым то было полтора века когда это был какой-то варварская драматургия там была эпоха классицизма и потом через полтора века вдруг выяснилось та же история кажется случилась с бахом с аганом себастьяном что то что он занял вот это место которое занимает сейчас собственно вообще отдельно вот есть бах да и все есть все остальное что в значительной степени из баха так сказать в качестве модуляции так сказать выросло это место он занял далеко не сразу наверное есть какие-то там замечательные люди которые обладают безошибочным таким дистанционным чутьем я не знаю вот ну а мы же в советское время до жили все мы же все время все выясняли кто главный поэт эпохи евтушенко или вознесенский да при живом бродском при там слуцком при окуджаве проходит какое-то время да вдруг выясняется что все не так 6 лет девочка ну каким цветом нарисовать себя каким цветом себя нарисую человек по имени виктор шиндорович я для меня совершенно мимо меня живопись не не вот вы сегодня не живопись не и обменяем я трудно мне тоже рисовать ними я как астап бендер да 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 до этого уровня на данный уровень я выжил мы с вами одинаково художественного уровня какого цвета вот какой цвет не знаю у меня я у меня не я не ассоциирую себя у меня с этим что-то выдумывать даже не хочу везт любимые будет отвечать может меня есть любимый цвет какой любимый ну такого где-то в районе лазарево-фиолетового да там любимая цвета есть да 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 но это да нет это не связано с одеждой так сказать вот при цвета которые меня радуют но что касается а я даже скажу что и не надо потому что со стороны виднее опять-таки со стороны виднее вот как человек да как он вот про других могу кстати говоря вот какие-то поэты ассоциируются с какими-то тонами там поэзия какая-то может ассоциироваться с определенными тонами в ассоциируются поэзии стану да 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 броски а он сам это назвал да хотя нет нет у меня и бусы будут у вас нет вовсе не терракота который писал он до любимая нет и скорее что то вот так сказать стальное голубоватый он холодноватый по внешнему да по по внешним приметам он холодный поэт но там внутри такая такая горячая да такая такое горячее чувство которое он вполне сознательно и умело вот это вот и ироническая холодновато иногда стоическая усмешка это была маска кстати говоря это была маска в том числе маска поэтическая да и выработанная и об этом говорил его друг виктор голышев вот когда мы с ним разговаривали как-то фильм да это была маска которую он это была и защитная маска отчасти до которая скрывала его там величайшую нежность и тепло внутрь там которая в стихах и края с поэтому когда я слышу что броски там холодный поэт расчетливый цвет какой виктор цветовая я сказал что то что-то такое серо-серо-серо-голубоватая вот синеватая такое что-то такое то есть утреннего рассвета в питере что-то да я родился и вырос да 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 серых цинковых волос всегда набегавших по две вот может быть от этого и мой ответ вопрос по специальности над как сказать а мне еще больше не еще парочка вопрос к вам по специальности но сначала такой виктор шиндрович сатирик всегда добавляются как говорить неприятную правду как скажешь сразу же все обижаются 14-летний мальчик да ну и как ну как вот сижу перед вами весь в дерьме подонок предатель родины вот так результатом дабы готовься мальчика да готовься мальчик да да если хочешь правду говоря а у в пьесе в пьесе хорошо столько обижаются потому что в пьесе ипсона враг народа доктор штокман никогда не надо одевать жена ему будет никогда надо одевать новые штаны когда идешь отстаивать справедливость порвут не надо хорошо одеваться потому что будешь весь изорванный да и тогда не новая история не новая история конечно обижаются люди обижаются обижаются целое государство что гораздо опаснее да вопрос только в том чтобы говорить дальше начинается подробности очень важные очень важные подробности чтобы важно чтобы говорящий правду или думающий что говорит правду не превращался в чеховского доктора львова из иваново да такая ухудшенная разновидность чатского хотя чатский тоже не подарок да вот этот граммах громогласная да все-таки настоящее чувство юмора начинается с самоиронии и она гораздо приятнее человек самоироничный пожалуй имеет большее право на какие-то претензии к внешнему миру по крайней мере он предъявлять не меньше претензий к себе в этом смысле упоминавшись нами броски он поразительный образец он броски не потому что он умел там рифмовать хорошо ли об складывать да и звук слышал хорошо но еще и потому что в нем было почти безошибочно вот это вот этическое чувство он никогда не не становился накатурна в нем не было он писал о том что чем должен избегать роли жертвы и самоощущение жертв да и если у него были претензии к миру то еще больше претензий у него были к себе самому это очевидно да и это делает его таким манким обаятельным из прозайков можно вспомнить там довлатова да тогда можно говорить что-то наверное о мире окружающем тебя если ты сам отдаешь себе отчет что ты не сильно лучше этого мира что его часть тогда в этом есть обаяние довлатова скажем так вот это то чем реальный довлатов да и его лирический герой его повестей которые носят его же имя отличается от этого доктора львова до из иванова это вот для желающих говорить правду мне кажется что очень важно не закаменевать в своей так сказать гордой одинокой правоте вот не превращаться в этого доктора львова но сейчас мы сейчас вас проверим вопросом детский пожалуйста то есть 11 лет девочка ну и кто смотрит на тебя и зеркало на меня и зеркало да да кто когда смотрит я довольно переменчивый человек в самоощущении и между мани и величие комплексом неполноценности общей дистанции очень короткой да очень от минуты зависит когда ты подойдешь к этому зеркалу иногда я к себе отношусь симпатии иногда раздражаю очень хорошо иначе 8 лет мальчик кто тебе говорит правду пытаешься выращивать некоторый внутренний голос конечно мы это называем внутренним голосом можно называть совестью да там ну да это уже вопрос терминологии некоторый внутренний голос некоторый внутренний голос который говорит тебе чё ты врешь человек просто у вас нету человека который приют есть виктор ты спорол нет ту самую нет 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 есть несколько людей к сожалению все меньше потому что они старше и они уходят но есть несколько человек к мнению которых я прислушаюсь и иногда даже спрошу но поскольку это люди мудрые они никогда не будут хватать тебя за грудки да и трясти тебя они понимают что некоторая основа педагогики нельзя отвечать на незаданные вопросы бессмысленно каждый кто там у кого есть ребенок понимает что ребенок услышит тебя только когда твой ответ только когда у нее есть вопрос иначе дверь закрыта ты можешь разбиться в лепешку об эту дверь а вот когда дверь открыта это вопрос может быть задан даже не вслух но если он внутри есть тогда у тебя есть шанс быть услышным если у тебя есть вопрос в том числе по по своему собственному значит поведению то хорошо когда есть люди с которым можно поговорить и мнение которых в том числе о себе ты доверяешь несколько таких человек было в моей жизни кто-то дай ему бог ну там из тех кто сегодня же вот есть мой старший друг борис жутовский художник да тот самый пидорас абстракцист с манежной выставки 62 года до тот которому хрущев вот это все вот надо жить долго в россии вот бобби 82 года он сам просит чтобы друзья называли боба вот борисович 82 года и время от времени я с удовольствием сверяю с ним свои ощущения по разным вопросам в том числе конечно и на выходе получаю некоторую оценку того что я сам делаю интонации своей того чем стоит заниматься чем не стоит был григорий горин для меня такой человек который сам сказал мне при знакомстве я буду вашим рэбэ сказал он звоните если есть яга я готов разговаривать готов отвечать то есть он иногда сам звонил и предостерегал иногда хвалил иногда печалился но вот этот человек я мы с ним договорились что он понимал что мне это надо и он мог позвонить и сказать там и похвалить а мог и там сказать сказать ну зачем вот вот вам вот это вы не вот этого вы же умеете это зачем это не про вот там или про про отношение к миру по отношения к происходящему борис жутовский помогает мне уцелеть помогать не более философски отнестись к тому что происходит скажем со мной с моей жизни хорошо когда такие люди есть их не может быть много но точно это не те люди которые будут тебя хватать за грудки вот тут я немедленно приемом самбо то эти руки отцепляю от себя мне не надо вот эти приходили ко мне советчики и советовали как мне быть но не звал я к себе советчиков и не спрашивал как мне быть тот советовал мне жениться тот советовал мне расстаться тот советовал мне уехать тот советовал мне остаться а глаза у них были круглые совершенно как у лещей и шатались они по комнатам перетрогали в сто вещей Резли, засовались в ящики В кухне лопали со сковород Ах уж эти мне душеприказчики Что за странный они народ Ах вы лещики мои рыбочки Вы пескарики головля Ах спасибо вам, ох спасибо Вы мне здорово помогли Это Давид Самойлов Вот когда приходят советчики То вот не надо А, стоп, я вообще вопросом детским задам 14 лет девочка, можно ли изменить другого человека? Вы говорили, вот вы сказали, что Можно изменить другого человека Если и возможно То только Ток должен бежать в обратную сторону Интерес должен быть оттуда Меня изменили Вот есть некоторый список людей Которые меня безусловно изменили Но эти люди не занимались тем Чтобы меня менять Просто они заинтересовали меня Собою, своим феноменом Это могли быть и И люди, с которыми я свела счастливая судьба Кто? Зовите меня Ну, в диапазоне от того же Горина и Жутовского И друзей Петра Вайля И какого-то количества друзей До людей, которые не подозревали О моем существовании Хотя бы потому, что померли гораздо раньше Да, там Ну, Станислав Ежелец Да, вы его все время цитируете Да, ну, а это человек, который изменил мои мозги Просто изменил Иосиф Бродский Который меня, как мне кажется Ну, очень сильно изменил Во взрослом уже возрасте Когда это очень редко происходит Потому что мне было уже лет по 30 Когда я начал читать Бродского И его этика Его взгляд на мир В значительной степени Там Как мне кажется Поменяли меня Как мне кажется Да Ну, и не говоря уже о там Антон Павлович Чехове Да То есть Чех не может поменять другого Я думаю Потому что если нет запроса То, я уже говорил Он колотится в закрытую дверь Но человек своим фактом существования Своим поведением Своей этикой Своими правилами Может повлиять А может и не повлиять А может и не повлиять Нужно массу примеров Разумеется У замечательных родителей Да, да Может и не повлиять Ну вот дальше С какого-то момента начинается Это все равно твой выбор Твой выбор Кого ты выберешь себе в учителя Учителя Не учеников выбирают Выбирают учителей Учеников не выбирают А кто пойдет Кого там На кого каким-то образом воздействуешь Ты об этом даже загадывать не надо Может и воздействуешь Ну, понимаете Когда Ну, если мы говорим О тех людях Которые Ну, там был В моей жизни Там Счастье Там пять лет Жизни Там Неподалеку От Зиновьевича Герта Да И Вот Знакомство Ну Человек Что он Ставил какой-то цель На кого-то Влиять Нет Ну Ну просто Если ты Ну, хотя Для этого Нужна достаточная отвага Чтобы себя начать Отмерять от Герта Потому что Тогда Это Ну, может там Миллигерта Да-да-да Микрогерта Но очень важно Очень хорошая Миллигерта Такая единица Человек Который Я уже рассказывал Об этом Пошел обниматься С Ростроповичем У него был концерт В Париже У Герта В зале Он увидел Ростроповича Кроме Ростроповича В зале Сел посольство Все Полном составе Ростропович Посольство Делало вид Что Ростропович Существует в природе И Герт В общем Мог бы сделать Такой же вид Но ему Сама мысль о том Что он Что кто-то подумает Что он струсил Она была невыносима Он пошел обниматься С Ростроповичем Ну разумеется Там ценой Далейшего невыезда Сколько-то лет Там Ну он не мог Не пойти Не обняться С Ростроповичем Не мог физически Вот это и есть честь Да Да И совесть Наверное Это все Да Миллигерты Но это тот Тот случай Когда это Абсолютно органично Это ведь В этом нету Расчета И даже Расчета дальнего На там Репутацию Это просто Биологическое Да Вот он Он не был бы Гертом Если бы он так Не поступил Одна история Вот про то Что Да Вот представление О мире Которое Которое не симулируется Вот в 95-м году Было возбуждено Уголовное дело Против программы Куклы Которым я занимался Ну и я начал Ходить на допросы Но в день Когда это все Случилось Мы должны были Ехать к Гертом В гости Был 15 июня 95-го года Должим Ехать не на дачу Вместо этого Я пошел На пресс-конференцию В уголовное дело Да Кстати Первое что я увидел Войдя на эту пресс-конференцию Это был Григорий Зачгорен Который С другого конца города Приехал Для того чтобы Я его увидел Уголовное дело Что я увидел И он давал интервью Защищал Я про это не слышал Он просто приехал Слово мне не говоря Он просто приехал И оказался в том месте Где он Он сказал же Что он мой рэб Он взял Некоторую ответственность За меня И он не мог Не приехать туда Это к вопросу О Горине Герт После этого Пресс-конференции Мы поехали Все-таки к Гету А он из новостей Узнал об этом Уголовном деле И он вышел Навстречу мне Очень взволнованно Сказал Видите Они не посмеют Этого сделать Имел их ввиду Что-то со мной Сделать Посадить Они не посмеют Сказал он И я спросил Почему Зиновий Фильмич Они не посмеют Потому что я не видел Никаких собственно Препятствий К тому Что они посмеют И он На секунду задумался Чтоб честно Ответить на этот Детский вопрос Почему собственно Да Они не посмеют И сказал Ну и тогда Никто не подаст им руки И это было Для него Абсолютно Ну как Сверхценность Люди будут знать Что ты негодяй Что ты трус Что ты подлец Это невозможно Это смерти подобно На его лице Актерском подвижном Атрап Промелькнул Ужас От того Что люди Не подадут тебе руки Да Вот точка отсчета Вот представление А вот Герт и Герд и Горин В один и тот же день В связи Да Отраженным светом Да Дальше ты понимаешь Что да Милли Герт Это не так мало Если ты Хотя бы Будешь держать в уме Эту точку отсчета Не говорится Соответствовать Соответствовать невозможно Потому что Там еще был Божий дар Который Ну был Совершенно Фантастический И была невероятная Самоирония Да Соответствовать Полностью невозможно Но хотя бы иметь ввиду Эту точку отсчета Полезная вещь Вот Повлиять можно Только так Только собой Да А все люди Которые придут к тебе И чтобы на тебя повлиять Вот сейчас я вам расскажу Как вам надо жить Вот я открываю Фейсбук Или Мне там Раз в неделю Кто-нибудь Непременно Рассказывает Какой там раз Жить Да Кто попал Будет мне рассказывать Как мне жить Вот Да Понятно Ох Продолжал бы Продолжал бы Да Время-то идет Мне еще хочется Позадать Все-таки Давайте по специальности Вопрос А Ну не специальность Ну скажем так Вы приехали сейчас Вот в Израиль Вы приехали Я сначала задам вопрос А потом скажу Почему Вы приехали в Израиль Да это так Иначе будет Поинтригуем Да Не Ну что Интриговать Тут Задам вопрос Понятием Будет ответ Семь лет Девочка Что такое Смешно Вы сейчас приехали В Израиль С программой Где вы исследуете Это я так понимаю Называется она Анекдот сильнее Чем Геродот Вот давайте Вот сейчас Вот мы сейчас Запишемся И вы так Стартанете отсюда С низкого старта И поедете На это выступление На это выступление Квинтэссенцию Что такое смешно Аристотель говорил Комическое В несоответствии Несоответствии Дальше Дальше уже Это реакция Нашего интеллекта Смех Это реакция Человека На несовершенство мира Я бы так сказал На несовершенство себя На несовершенство мира Это смешно Мы же вроде Да По образу и подобию Божьему А вот смотри Какие Вот такие И такие И глупые И самонадеянные И это смешно Вот это несоответствие Нашей Такой божественности Это опять Терминология Как называть Душа Этика Наше несоответствие Идеалу А вот мы какие Черненькие И полюбите нас Черненькими И смех По крайней мере Тот смех Который Кажется мне Воздухом Вот Человеческой жизни Вот эта вот Ирония И само Самоирония Прежде всего Это реакция Человека На несоответствие Собственное несоответствие В этом смысле Моя программа Рассказ о том Как Человечество И Российский народ В частности Реагировал На собственную жизнь На собственную политику На 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 авторитаризм На На Сталина На Николая На Брежнева Как он смехом Не имея возможности Что-то поменять Реагировал И выживал Потому что Смеялся Потому что Все-таки Когда человек смеется Над злом Над несовершенством Прежде всего Собственным Он Это к разговору О Герте Не то чтобы он Становится идеальным И становится совершенным Но он по крайней мере Отдает себе отчет В степени Несовершенства И это уже дает ему шанс Потому что Если ты рассмеялся Над собой У тебя есть шанс На то Чтобы стать немножко лучше И в этом смысле Смех Чрезвычайно целебный Полезный Терапевтически важный Человеческое Человеческое качество Человеческая терапия Человеческая терапия Конечно Почему Так опасен Мрачный человек Человек без чувства юмора Просто опасен Не то что он неприятен В застолье Нет Он просто Это опасный человек Человек без чувств Юмора Опасный человек Скорее всего Потому что Есть Извините Целые религии Которые Очень Сильно Запрещают Не до смеха И Любая идеология слишком серьезная, опасная для человеческой жизни, она очень жестко регламентирует смех. Помните у Ильфа Петрова, да? Какие смешки в реконструктивный период, да? Этот серьезный человек в предисловии к золотому теленку. Но мы знаем, чем закончился этот реконструктивный период. И сколько крови пролили серьезные люди. Человек, усмехнувшийся в любом случае понимает, что ничто не стоит пролитой крови. Никакая идеология. Ну, смеющихся мерзавцев тоже не мало. Это усмехающийся. Да. Веселых мерзавцев. Веселых, да. Но самоирония все-таки дает... Там очень важные подробности есть. Там очень важные подробности. Но все-таки человек усмехнувшийся прежде всего над самим собой. Над собственными предрассудками, собственной идеологией. Это значит, что он способен посмотреть со стороны. У актеров есть такое понятие скотский серьез. Для актера это положительное качество. Ну, его нельзя расколоть на сцене. Вот он вошел в персонажа, и его нельзя подмигнуть на сцене. То есть, можно подмигнуть, но это его не выбьет. И у актеров это называется скотский серьез. Для актеров это очень ценное качество. В общем, да, когда тебя не колют на сцене. Когда тебя не колют на сцене. Да, и были актеры, обладавшие этим скотским серьезом, это гениальные актеры. Но для человека и государства, общества, это страшно. Когда общество теряет самоиронию. Вот мы в частности сегодня в России видим массовую потерю самоиронии. Да, массовое самоощущение российское, это зафиксировал социология сегодня. Это очень торжественное высокопарное ощущение какого-то оплота нравственности, духовности, да, и так далее. И мы видим, что отсюда до пролития крови, до большой крови, там, один шаг. Один шаг. Как только мы видим нацию, которая слишком серьезная, вот тебе гитлеровская, да, Германия. Да, вот там не до гейны, вот не до иронии, да, не до веселья, не до самой иронии, как у Биоля, там, или там такой иронии интеллектуальной мановской, да, или брехтовской. Нет, все очень серьезно. Да, и как только серьезно, жди гибели, массовой гибели, жди крови. И в этом смысле, повторяю, юмор, смех, способность рассмеяться, это очень человеческое качество, и это очень позитивное качество для нации. Нация смеется, все в порядке с ней, по большому счету. Если она над собой смеется, над собой, если это самая ирония, поэтому, когда еврейский анекдот рассказывают евреи, это вот так. Ой, блин, не успеваем уже. Вам бежать, на самом деле, надо на передачу. У меня еще куча вопросов, да, на таких. Я буду лаконичнее. Вы будете, нет, ну, давайте мы сделаем так, я еще задам, ну, пару вопросов, вы так на них лаконично ответите, потом пока, а потом, задам последний вопрос, а потом вы стартанете. А потом как пойдет. А потом как пойдет, да. Сначала такой, вот где он там, нет, это не здесь. Вот он. Десять лет мальчик тоскливо задал вопрос. Бог создал женщину, чтобы мужчине было весело или наоборот? Бог создал женщину, чтобы мужчине вообще имело смысл жить. Сладостное внимание женщин почти единственная цель наших усилий, сказал Сан Сергеевич Пушкин. Ой, не надо Пушкина, давайте... Это почти? Пускай Пушкин, был бы Пушкин, я бы его посадил. Не будет вам Пушкина, поэтому слушайте меня. Слушайте меня, я у Пушкина. Почти единственная цель наших усилий. Я за Пушкин. Вы пушкинский пресс-секретарь. Почти единственная цель наших усилий. Очень, очень замечательная формулировка. И это почти очень дорогого стоит. Конечно, есть что-то за пределами. Да, да, но, но, конечно, мужчинами нас делают женщины. Да, есть, да, какой-то, какой-то смысл существования. Для кого бы мы распускали хвост, для кого бы мы все это изобретали, делали, да, лечили его. Это очень важная вещь. Вот это внутреннее. Есть для кого? Да, для того, чтобы было весело. И замечательно. Но весело не в том смысле, чтобы, так сказать, подпрыгивать и веселиться. А весело в каком-то коренном значении этого слова. Осмысленно. Осмысленно. Радостно. Радостно. Скорее радостно, чем весело. Веселье – это все-таки такое, что-то смехопанорамное. Нет, радость. Радость. И, конечно, замечательная формулировка жены, как раз, Зеной Ефимовича Герта, что женщина должна быть добрая и веселой. И это замечательно. В этом и есть, наверное, какой-то женский ум. Быть доброй и веселой. Мужчины конфликтны, мужчины изменяют мир, а женщины сохраняют мир. Женщины дают правильную систему координат. Мужчины устраивают войны, а надежда только на женщин. Вот ради чего-то это все. И в этом смысле женщина, которая должна быть добрая и веселой, и рядом с доброй и веселой женщиной должен существовать сильный и ответственный мужчина. Но, конечно, одно без другого просто. Даже непонятно, зачем. И как мужчины деградируют. У Хемингуэя есть рассказ «Мужчины без женщин». Цикл рассказов ранний, первый. Хемингуэя называется «Мужчины без женщин». Как мужчины деградируют без женщин. Вот армия. Пример того, что такое мужчины без женщин. Вот такая деградация. И эта деградация очень заметна. Начинаются какие-то, появляются какие-то мужские приоритеты, странные. Странные мужские приоритеты в отсутствии женщин. Нет-нет, это все не имеет смысла просто. Поэтому вот... Предпоследний вопрос. Было произнесено ключевое слово «еврей». 9 лет мальчик. Американский, кстати, мальчик. За что не любит евреев? Ну, между нами евреями. За что не любит евреев? Добольно умный. Хотя, я думаю, если не отшучивать... Ну так, по Израилю, так и не скажешь. Так и не скажешь. Так и не скажешь. Израиль, да. Да, Израиль, Израиль как раз, может быть, Бог и создал, так сказать, дал нам собраться вместе, чтобы мы много об себе не понимали. Потому что евреи на протяжении тысячелетий создали рассеяние в качестве такой соли при какой-то нации. Соль. Вот это не мой образ. Который, если посолить, русская нация, немецкая, хоть испанская, да, вот она придает какой-то там свой особенный вкус. Но какой-то кусок соли собирается... Да, правда, пересаливают. Да, 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 да. Вот когда вот... Вы знаете, среди множества формулировок кто такой еврей, есть замечательное, не помню, Сартер или Лиса, вот не буду врать, но кто-то из великих, про то, что тот, кого считает евреем окружающий. В сущности, да, меньшинство. Евреи — это социальная роль. Так получилось. Так получилось. За что их не любят? Вопрос там. Сейчас... Мальчик, заду вопрос. Я думаю, что сейчас это самый удачный, вечный громотвод в любой ситуации. Это крайний. Беспроигрышный крайний в любой ситуации. То есть евреи... Не люблю за то, что... То есть евреи — это просто беспроигрышный крайний. Это беспроигрышный крайний, да. Мы вот сейчас в России какое-то время назад евреями были кавказцы. А тут евреи — это даже... Это переходящее знамя такое. Переходящее знамя. Да, это изгой. Это человек, которого можно... Да, это крайний. Это крайний. Это функция крайний. Социальная функция такая. И в этом смысле... Да. Как так получилось? Это к историкам, к антропологам. Да, Христа распяли и всякое такое. Я думаю, что тут дело именно в том, что для меня гораздо важнее именно эта функция. Функция. Функция крайнего. Функция крайнего. Виктор, наше время подошло стремительно к концу. Вам надо бежать на вашу встречу. Да. Пытаться смешить. Почему? Вы как-то... Почему смешите? Вы как... Почему? Смешить. Буду пытаться смешить, но буду пытаться смешить таким, как мне кажется, правильным образом. Я буду рассказывать правду. Забавную парадоксию. Ну, вам сейчас надо бежать рассказывать правду, но последний вопрос на прощание. Традиционный. 8 лет мальчик. Зачем мы живем и почему умираем? Умираем мы, потому что мы смертны. Зачем мы живем? А живем мы, потому что мы родились. Мы родились. У меня есть рассказик про... Для чего мы живем? А это... Зачем это слово для чего? Я рассматриваю как-то слово для чего. А это каждый выбирает уже... А это уже каждый выбирает для себя. Зачем уже вы видите, тут я раздваивается. Все внутри раздваивается. И будет два ответа. Я, конечно, как мальчик из хорошей московской семьи, с которого в детство вбиты какие-то обязательства и какие-то представления долгие. И это очень сильно во мне. Да. Наверное, я чувствую, что я должен, обязан реализовать то, что во мне есть. И это я воспринимаю как долг. Ответственность перед... Назовите это божьим даром, способностями, совершенно неважно, как это называть. И то, что я могу, я должен. Это не моя формулировка, это, так сказать, экзистенциальная старая формулировка. То, что человек может, он должен. И я с какого-то момента, когда понял, что во мне есть какие-то способности, я понимаю, что реализация этих способностей это мой долг. Мне это зачем-то дано, и я просто, ну, я буду себя плохо чувствовать. Я себя плохо чувствую, когда я это плохо реализую. Это мы вернулись к самому первому вопросу. Может быть, может быть. Я чувствую себя обязанным реализовать. Я чувствую себя хорошо, когда я что-то написал, чем я доволен. Я себя чувствую хорошо. потому что я вот как бы то что мне дали я немножечко вернул да и есть все больше чем ближе к старости тем больше я хочу просто жить мне просто нравится жить мне нравится этот процесс мне нравится без всякого смысла вот сегодня было солнце и ветер да вот эти волны и и солнце и ветер мне нравится просто сидеть и смотреть на это солнце ветер дышать да и есть вкусную пищу и и хорошо спать да и дышать и ходить и и думать свои необязательные мысли мне просто нравится жить и вот между этими двумя вот этим мест бессмысленным радостным существованием уходящим и каким-то долгом вот и раздваивается мой ответ виктор наша передача будет называться виктор шандерович мне нравится просто жить большое вам спасибо что были с нами большое вам спасибо уважаемые интернет-то зрители теперь с этого момента официально утвержден новое русское слово уважаемый интернет-то зрители сегодня ответа на простые детские и недетские вопросы искал человек по имени виктор шандерович виктор огромное вам спасибо и вы я с вас беру прямо прямом эфире слова что если когда в следующий раз появитесь в тель-авиве а мы с вами продолжим меня еще много чем да много детских а у меня в списке около 420 нам еще есть о чем поговорим это это очень полезная вещь для вашего собеседника любого потому что да не задумываешься начинаешь задумываться это полезно спасибо вам всего доброго